Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. А я к вам сегодня с подарочками, себе любимой, на Новый год. Подарки, конечно, парфюмерные. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, год подходит к концу. Поэтому, подводя итоги, как говорится, могу сказать, что год был неплохой. Хочется, чтобы и последующие года были такими же классными, и продуктивными, и позитивными, и не очень. В общем, всего должно быть по чуть-чуть. Я, конечно, жду вас в комментариях. Мне очень интересно, что вы себе подготовили, какие вы себе подарочки к Новому году припасли. Потому что, как я, например, я их, ну, посылочка мне пришла не за раз, а постепенно, потихонечку я их себе подсобировала. И один аромат вообще у меня ждал целый год этой распаковки. Я сама поражена, как я выдержала этот момент. Ну, вот так вот, оказывается, умею я интригу тянуть сама для себя. Ну и что, мои дорогие, давайте, наверное, начнем. Я начну с ароматов уже, наверное, снятых. Я про них вам расскажу. Первый такой аромат – это у меня Prada Candy Sugar Pop. Линейка – это уже снятость. Но пока что еще на рандеву, во всяком случае, перед тем, как видео снимать, я посмотрела по приятной цене. Можно улыбать, между прочим, этот флакончик. Я брала тестерную версию. Здесь вот этот вот стоппер. Я с ним уже познакомилась. Естественно, тестер пришел, как не познакомиться. По приятной цене, еще раз повторюсь, ароматы снятые. Естественно, применяя свой промокодик, чего я вам советую всегда экономить и применять мой промокод на 10% скидочки при заказе от 2,5 тысяч рублей. Ну, а денежек, если у нас не хватает, мы всегда можем заказать ароматик и рассчитаться за него в рассрочку. Ну и что, дорогие мои, это за прелесть. У меня уже не первый аромат этой линейки, хочется собрать их все. Я вам скажу, и это еще один великолепный фланкер Prada Candy. Что у нас здесь по ноточкам? В нотах красное яблоко, цитрусы, лист бергамота, белый персик, цветы, ваниль и... Чего у меня там? Карамель. О, все, напишу сама, еще не могу прочитать, что я там написала. Что могу вам сказать? Ребят, это такая нежнятина, это такая прелестятина, это такой пушистый, мягкий аромат. Здесь нежнейший мускус, который делает аромат пудровым. Да, со старта есть вот эта легкая свежесть яблока, цитрусов. Все так искристо играет, но, естественно, верхняя ноточка у нас быстренько уходит. И этот аромат усаживается приятной, кремовой, такой ванильной, но не приторной пудрой. Ой, какая это милота, аромат ухоженности, аромат чистоты, аромат свежести. Он без возраста, он пойдет как молодой девчонке, так и женщине любого возраста. После душа, вы знаете, нанести его целый день. Казалось бы, многие пишут, что этот аромат нестойкий. Не знаю, ребят. Я на коже практически целый день ощущаю вот эту кремово-ванильно-пудровый аспект. Вот такая милота, такая прелесть, такая, ну просто сказочный, уютный такой, можно сказать, домашний аромат. То есть аромат без аромата, можно так сказать. Даже и то, что вот в пирамидке карамель, он совершенно не приторный. Не знаю, очень красивый, правда, в раскрытии очень красивые ароматы. Обязательно, если вам покажется, что это совсем все простенько, дайте ему время, пусть постоит. Это красиво, это действительно сделано утонченно, изысканно. Прелесть, классный, обожаемый, как говорится, правда, дом уже обожаемый стал. И ароматы, правда, кэнди, просто красота, красота. Даже, знаете, это вот уже после новогодних праздников, наверное, когда остаешь от всех изысканных парфюмов, вот такая вот парфюмочка будет сам рад. Следующий аромат я тут достаю из посылки. Шуршу маленечко. Та-дам, дорогие мои, я хотела себе. Дольче Габбана The One версия Desire. Это тоже снятость, тоже урвала его по прекрасной цене, по-моему, он тоже до сей поры не посмотрел, а еще продается. Это действительно снятый парфюм, его в магазинах уже не найти. И что вам могу сказать? Ну, коробка, все вот так здесь чинно, благородно. Ребят, на подарок. Это просто класс, это шикарно. А почему говорю, что можно его на подарок? Потому что это действительно аромат, который зайдет очень многим. Многие знакомы с линейкой The One. Это классный фланкер. Это приятнейшая композиция. Посмотрите, здесь вот этот черный как будто кристалл сделан, да, весь сам факул. Просто на полочке. Это просто красота, красота. А так как я полюбила Dolce & Gabbana The One во всех его версиях Desire, я решила, что должен тоже у меня быть. Что, мои дорогие, могу сказать? Это более сладкая версия аромата The One. В пирамиде у нас здесь личи, мандарин, ландыш, бергамот, карамель, ваниль и сандал. И действительно, цитрусы здесь очень хорошо слышны. Карамельные нотки тоже только на подпевочках. Все это так мило, все это округло. Можно сказать, знаете, более по-девичьи что ли. Если вот, то есть, например, версия The One у меня, The One в туалетной воде, да, классическая, мне кажется, он такой статусный, такой какой-то... То же самое могу сказать и про версию Gold, да. То здесь более игривое настроение у этого аромата. Тоже я считаю, что аромат без возраста. Очень красив. Вы знаете, я даже могу сказать, что они с классикой мало-то похожи. Да, есть какая-то такая фруктовая составляющая. Легкая-легкая, кисленькая такая ноточка. Разбавляет, казалось бы, такую сладкую ноту карамели. Очень тоже такой округлый, очень такой женственный. И в пиры в мир, и в добрые люди, то есть и на повседнев, и куда-то на выход. Мужчины такие ароматы отмечают на женщинах. Класс. Еще одна прекраснейшая версия любимого, как говорится, аромата. Подарила себе, да, снятый, но в магазине еще можно его отыскать. Горячо советую вам, если тоже посмотрели на этот ароматик, присмотритесь, пока он еще есть в наличии. Тоже красота, красоты. Очень-очень рада, что он у меня появился, и я его себе заказала. Следующий у меня аромат, ну, этот аромат у меня появился достаточно давненько. Это Атар Коллекшн Азалия. Что вам могу сказать? Это интересная композиция. Без затеста не рекомендую покупать этот аромат. Я его тестировала несколько раз в офлайн-магазине. И несколько раз я уходила, не думеваю, что вообще в этом аромате может быть хорошего. Но в один из прекрасных дней он мне что-то так зашел, зашел, что я сразу же побежала его заказывать и покупать. Для меня это роза. Роза, можно сказать, болгарская. Это роза с ворохом еще большого количества цветов. Этот ворох смягчает, знаете, казалось бы, такую, ну, не могу сказать такое слово, грубоватую. Именно вот эту болгарскую розу. Да, многие не любят именно аромат болгарского розы. Но здесь вот этот иланг скругляет эту композицию. Добавление белых цветов тоже немножко делает его таким каким-то округлым. Но в то же время аромат очень плотный. Очень плотная миндальная пудра присутствует в парфюме. Очень интересная композиция. У меня ничего похожего нет. По-моему, его сравнят с каким-то ароматом от Энитио вполне возможно. Класс. Тоже стойкость, шлейф, он громкогласный. Я говорю, поначалу мне показалось, что какой-то он пыльник, какой-то он пыльно-пудровый. Что, думаю, за нот? Вот я говорю, сколько раз блотером уходило, на блотере вообще ничего не понятно. Дорогие мои, только на коже разнашивать. Красивейший аромат. Мускусов, выносящих мозг, нет. То есть восточный аромат, но совершенно европизированный, восток. Так что Атар Коллекшн постепенно, потихонечку я собираю. И Азалия теперь тоже вот как раз этот аромат на зиму, на снег, мне кажется, на прохладу, на осень. То есть вот эта вот розочка в миндально-цветочной пудре очень-очень красива в прохладную погоду. Очень стойкий, очень громкий и очень шлейфовый аромат. Так что Азалия тоже очень рада, что теперь у меня в коллекции. Еще один мой красавчик, который я давным-давно хотела. Это у меня Монгерлен версии Интенс. Боже, дорогие мои. Это для меня крышесносный аромат. Это для меня праздничный аромат. Это для меня шикарный аромат. У меня вот такой вот полтинничек. Жидкость такая вот темная, такая насыщенная. Что вам могу сказать? Это самая красивая, мне кажется, ванильная лаванда. Ваниль здесь до такой степени красивая. Она древесная, она дымная. Здесь очень много сладости. Этой ванили, она именно не ванилин. Это ваниль не кондитерская. Это ваниль томная, такая дорогая, как многие говорят, герленовская ваниль. И я вам скажу, да, это просто отвал башки, дорогие мои. Один пшик и просто весь день благоухаю. Супер комплиментарный, супер шлейфовый тоже аромат. У меня несколько раз спрашивали. У меня сколько было пробничков. Чем от тебя так вкусно пахнет? На меха зимой. Это дорого, богато. Ребята, да, они чем-то привлекаются с либро, но это намного круче. Это слаще. А либро, он как-то более, скажем, такой какой-то сдержанный. Такой для меня прохладный аромат. Это аромат теплоты. Этот аромат согревает. Этот аромат, вы знаете, заставляет голову поднять высоко. То есть такая какая-то сразу осаночка появляется. Говорю, когда ты надеваешь шубу, в этом аромате незамеченной не остаешься. Это просто для шикарнейшей женщины. Как я давно хотела себе именно версию Intense, а Монгерлен. Никакие другие мне не нравятся. Ну, кто-то бы подарил мне другие версии. Может быть, я бы и носила. Но Монгерлен Intense, это моя красота. Это... Ой, как я его хотела. Боже, боже, это мое сокровище. Да, по нынешним ценам действительно многие ароматы становятся сокровищем. Так что еще одна супер хотелочка сбылась у меня под Новый год. Ну, ребят, как же я без ароматов слепую. Я купила, естественно, аромат слепую. Это аромат от Булгари. Я хотела аромат от Булгари. Пур Жасмин или Жасмин Нуар. По-моему, Жасмин Нуар. Но пока чего-то я оредилась, он, во всяком случае, в ближайшем времени не смогла его купить. Его как бы вообще с продажи в наличии куда-то он исчез. Поэтому я уже думаю, ну ладно, на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Возьму себе версию Галдеа, чего-то, Роман Найт Абсолют. Зачитаю вам нотки. Все, что люблю, в этом аромате есть. Значит, здесь у нас слива, цветок апельсина, мадагаскарская ваниль, жасмин, пачули, черный мускус, чтобы это не значило, и мох. Аромат Нео Шипр. Здесь в парфюме слива. Здесь в парфюме мадагаскарская ваниль. Мне просто-напросто уже не терпится попробовать этот аромат. Ароматы с нотой сливой я уже давным-давно приглядела себе. Они мне нравятся. Я их полюбила. Поэтому и здесь жду красивейшей такой композиции. Ну, коробочка-то там у нас надпись «Булгари». То есть, такая, знаете, какая-то текстурная. Она прям такая шершавая. Ну, выглядит шикарно. Ароматы от «Булгари». У меня их не так много, по-моему. По-моему, как бы не один. Ну, не считая мужского. Так, 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 так. Достаем, достаем, достаем. Ой, какой милый флакошик. Какой милый флакошик. Это у меня 30 мл. Была прекраснейшая цена на 30-ку. Я, естественно, все мониторьте. Выискивайте только по приятным, по приемлемым для вас ценам. Ну, вот такая вот прелесть, прелестная. Слушайте, колпачок этот прозрачный, какой-то стеклянный. Стекло такое толстенькое. Так. Нет, колпачок пластмассовый, но он очень красиво, добротно сделан. Тут вот эта кольцовка. Такая же, как и вот коробочка, да. Вот такая вот. Ну, прелесть. Прелестный флакончик. Так, так, приятненько его в руках держать. Ну, что, мои дорогие, давайте распылим. Будем посмотреть, что у нас за аромат. Ой, какое распыление. Ах, какая интересная сразу. Сразу слышится, да, слива. И сразу мне ощущается немножко какая-то древесность, как будто бы сандал. Да, слива. Ванили, вы знаете, здесь по минимуму аромат не сладкий. Даже какая-то, мне кажется, солоноватая чуть-чуть ноточка. А что может давать эту солоноватую ноточку? Жасмин. Жасмин, естественно. Белоцветочность свою такую глубину, такую придает ароматику. Ну, я бы не сказала, знаете, что я прям слышу сливу-сливу. Ну, дорогие мои, он у меня приехал недавно с дороги, поэтому, может быть, потом он мне выдаст сливу. Как, например, в аромате табака от Франк Бакле я пока не сносила целый отливат, как говорится, в 5 миллилитров. Я сливы там не слышала. Пока что для меня здесь на первом месте почули, жасмин, какая-то легкая древесность. Вот сейчас уже начинает ваниль появляться, но сладости она не добавляет. Может быть, знаете, вот кислиночка легкая присутствует. Может быть, слива здесь и отвечает за эту чуть-чуть кисловатую нотку. Ну, очень интересно, хочется его поразгадывать. Такой загадочный он, томненький. Надо, конечно, на коже, буду на коже разнашивать его, но не оттолкнул. Ну, знаете, что-то после герленов, у меня теперь герленовская ваниль в носу стоит. Или здесь такая же ваниль красивая. В общем, дорогие мои, это я, конечно же, буду разнашивать. У меня сейчас еще денечки перед Новым годом есть. Я буду думать, в чем я буду на Новый год. Ой, не разочаровал. Красивый-красивый аромат. Пока что, как таковой, сливы заявлены не слышу. Только легкую кислиночку, белоцветочность, почули. Но не разочаровал. Все больше убеждаюсь, покупки вслепую меня все чаще и чаще радуют. Так что, ну, такой аромат, скажем, ничего выдающегося. На повседнев, то есть, ну, и на повседнев вечерком, скажем так. Но и вишенка на всем этом тортике моих ароматов. У меня парфюм, который ждал целый год этой распаковки. И у меня это, дорогие мои, как вы думаете, что? Та-дам! Это у меня аромат от Амуаш Джорни. Я его покупала прошлой, по-моему, зимой. Так как у меня что-то там пошли, наверное, какие-то дальше покупки, еще что-то, я решила его себе оставить на следующую зиму. И помню эти цены, которые были за эти ароматы, и какие цены сейчас. Это, конечно, небо и земля. Но я очень рада, что я его припасла. И вот под Новый год я себе делаю вот такой вот сюрпризик. Такая коробка. Это золото, это дорого, богато. Ну что, мои дорогие, с ароматом я знакома. Я сносила целый пробничек. Сейчас, подождите, дорогие мои. Главное, чтобы флакон у меня не выпал. Та-дам! Я с ароматом знакома. Я сносила целый пробничек. У меня аромабокс Аутамуаш. И это красота. Это красота, а не флакон. Это, по-моему, мне кажется, самый красивый флакон, во всяком случае, который у меня есть. Как всегда, стразик красненький. Просто перламутровый, по-моему, да? Или просто бордовый. Не могу пока понять, кто у меня что. А, кстати, что? Я что-то слюду сняла. Я даже не посмотрела, у меня там кто. Производитель-то. А может, у меня здесь? А, здесь у меня все написано. Производитель Оман. То есть, у меня Оманские версии. Это у меня полтинничек. Ну, такие они, кажется, малышечки, эти полтиннички. Ой, дорогие мои. Вообще, ну, просто. Я что-то стала пищать от ароматов Аутамуаш. Я боюсь даже дальше с ними знакомиться, с парфюмами Аутамуаш. Мне кажется, я захочу их очень много. И все сразу. Ну, что, мои дорогие, будем распылять? Ох, какая-то жалобочка. Аромат на тему меда. Боже. Какой насыщенный. Вы знаете, с пробничком, мне казалось, он немножечко такой... Нет, он плотный, он густой. Но все равно, мне казалось, он более акварельный. Здесь прям медище. Прям, вот знаете, какой-то гречишный мед сразу же. Мед, цветов, просто море цветов. Легкая замшивость. Табачок такой слегка-слегка все присыпает, всю эту композицию. Мед, но это не слепательно. А многие, вы знаете, нотки меда слышат, как какие-то неприятные, какие-то, типа, как уринальные. Не знаю, у меня с медом такого нет, я такого не слышу. Какой густой. Вот правда, это мед с цветами. Сладко, густо, такой богатый, он такой насыщенный. Это вечерний аромат, это аромат праздника, это аромат настроения. Как вот эта вот, вот эта залипательная история с этими крышечками. Боже, как я давно его хотела. Очень много древесных нот. Вот ваниль какая-то дымная, чуть-чуть такой, как будто бы на древесный свежий спил. Капнули капельку вот этой ванили, сдобрили это все медом, присыпали лепестками цветка, белые цветы. Вот я жасмин здесь очень хорошо ощущаю. Боже, это залипательно, это красиво. Это тоже, это на меха, это зима, это прохладное время года. Это действительно может быть и аромат новогоднего, как говорится, праздника, новогоднего застолья. Это шикарно, это звучит дорого, красиво. Мне кажется, что это аромат даже унисекс, хотя это версия вуман. Я считаю, что это аромат унисекс. Сто процентов его можно и на мужчинах. Я говорю, слепательной какой-то сладости нет, но она здесь есть. Все, что я люблю. И ваниль какая-то такая, тоже как будто бы мадагаскарская. Древесный спил, белые цветы, легкая такая замшивость, медок, боже. Это сказка, это аромат сказка, это аромат мечта. Мечта сбылась, пускай целый год, представляете, дорогие мои, целый год. Я, ну, потому что у меня был пробничек, я его носила, то есть, так сказать, у меня было чем поживиться, поэтому я берегла, берегла эту покупочку свою целый год. Ну, а на этом у меня сегодня все. Дорогие мои, жду вас в комментариях. Мне очень интересно, что вы себе подарили к Новому году или своим близким. Естественно, у меня тоже парфюмерные подарочки и своим близким, родным, маме, сестренке, племяннице, мужу, мужу-племяннице. Я вас, в общем, всех, всех всегда дариваю парфюмерными подарочками. И я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмеров. Заходите ко мне на канал и увидимся, наверное, уже с вами в следующем году. До новых встреч. И желаю вам всем счастья, добра, всех благ. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»